здравствуйте друзья сегодня я хочу вам рассказать еще одну историю интересную как меня однажды спасла злость я раньше даже не представляла что злость это такое сильное чувство которое может наверное даже жизнь спасти вот как в моем случае эта история случилась давно и начало этой истории я вам сброшу здесь ссылочку я рассказывала как я попала в больницу и лежала в реанимации целый месяц после страшной операции перитонит так вот что случилось со мной на третий день в реанимации давайте послушаем об этом уже вторые сутки после операции я помню что я все продолжала мучиться этой страшной болью она не утихающая была у меня невозможно и она меня не отпускала ни на секунду и вот я измученная ночью лежу и вдруг я чувствую что мне становится как-то совсем плохо я чувствую что у меня начинают отниматься ноги что я не чувствую своих ног и вот знаете как будто какие-то мурашки побежали от колен выше 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 и такие холодные мурашки они ползут 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 по моему телу и уже я чувствую что по рукам они поползли и как бы выше 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 поднимаются и мне я чувствую уже нечем дышать у меня такое впечатление что мне сердце мое но поднялось куда-то в горло и она мне вот закрыла горло и я не могу вздохнуть и я отчетливо поняла что я сейчас задохнусь что я практически ну вот дышать мне уже нечем и все и у меня все окаменело все мое тело и я скорее судорожно стала жать кнопку звонка а у меня кнопка была такая на проводочке мне ее дали в руку а это воскресенье уже ночь и я лежу и с ужасом жду помощи и жду что такое неужели я сейчас тут умру одна и вдруг я слышу там шаги заходит женщина врач такая приятная миловидная в шапочке в докторской у нее этот на шее висит спетоскоп очень хорошо помню ее она подходит ко мне такая немножко озадаченная что вы что случилось я говорю доктор мне так плохо мне очень плохо она говорит так вам же все время плохо вам не может быть хорошо вы после такой серьезной операции я курю нет доктор мне так плохо никогда еще не было у меня такое впечатление что я что у меня во рту сердце я не могу вздохнуть и я говорю ей это все таким знаете сдавленным сдавленным голосом она подходит берет мой пульс меряет слушает пульс потом я жду потом она наклоняется надо мной и светит фонариком мне в глаз и смотрит мой глаз оттягивает века смотрит глаз прям как знаете в фильмах я лежу жду уже помощи и говорю доктор что со мной скажите помогите она тихо спокойно ничего не говоря медленно выходит из палаты и что еще интересно что дверь всегда была в палату открыта потому что нам не разрешали держать закрытыми двери дверь открыта проходят док врачи медсестры и они всегда смотрят всегда смотрят в дверь как там пациент и она ушла закрыла за собой дверь ничего мне не сказав она ушла и я меня охватила такая жуткая паника сначала я даже не могла понять что она меня просто оставила умирать наверное я уж не знаю что она увидела и что было что это было со мной но вот врач понимаете вместо того чтобы как-то успокоить пациента она наверное видела что у меня паника и она ничего не сказав просто ушла закрыла дверь я не знаю может быть оставила меня наедине с самим с самой собой чтобы я богу душу отдала спокойно понимаете я не знаю я потом больше этой женщины не видела никогда она была просто дежурный врач но я не выясняла честно скажу вам мне было не до этого так вот что со мной случилось после того как она ушла у меня началась страшная паника я чувствую что у меня продолжает не иметь все тело и все ближе 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 подходит вот этот какой-то каменный такой вот ужас а как будто у меня каменеет все и он подходит уже просто к горлу ну и вы знаете я поняла что никто мне здесь уже не поможет и скорее всего что я наверное сейчас умру и у меня понеслось в глазах в голове но что же это такое я столько терпела эту боль я двое суток терпела эту боль жуткую боль но что же теперь почему если уж не суждено умереть лучше бы я сразу умерла почему же я так мучилась двое суток вот эти мысли у меня и меня вдруг понимаете нахлынула такая злость невозможная злость я думаю нет врешь не возьмешь мне еще надо ребенка у меня ребенок маленький мне надо ребенка поднимать и я разозлилась страшно и представляете когда я разозлилась я почувствовала какой-то жар такой жар сначала у меня ноги начали отходить потом у меня начали руки постепенно отходить отползать 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 знаете как будто меня кто-то держал за горло а потом вдруг отпустил и вот эти вот объятия они были просто ледяными вот сказать знаете что смерть пришла и она вот просто садилась на мои ноги потом поднималась выше 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 и потом она вам же меня схватила за горло вот наверное даже как-то так можно это объяснить но и когда я за разозлилась странным образом я очнулась я аж стала оживать я стала приходить в себя и я поняла так что вот это именно тоже был вот этот переломный момент который я смогла преодолеть только злостью страшной злостью злостью вот именно на то что якобы кому-то говорила нет врешь не возьмешь врешь не возьмешь я не могу умереть не могу мне надо еще дочь поднимать у меня еще много много дел вот какие-то такие у меня мысли вертелись в голове и помню только что жуткая злость была за то что как-то рано умирать и меня отступила 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 вот я даже сейчас когда вспоминаю вот это я не могу понять как может злость спасти вот говорят любовь доброта да что такое в сердце должно быть вот то что нас держит то что нас спасает а получилось что меня-то спасла как раз злость с как это интересно и почему это так не знаю но вот произошло так а вот этот доктор которая просто ушла ничего не сказав это конечно вот видите даже и колокола зазвонили в честь моего воскрешения да вот такие вот случаи происходили со мной и вот такое со мной случалось моей жизни знаете я даже долгое время никому эту историю не рассказывала ну потому что для меня все равно это оставалось какой-то странной загадкой как-то казалось знаете что человек когда чувствует что он умирает у него должны быть какие-то другие все-таки чувства вот может быть жалости к себе может быть сожаление о чем-то я не знаю грусть печаль воспоминания а вот то что такая злость откуда ни возьмись понимаете настолько притом она была сильной что она меня вытащила с того света я не буду даваться подробности по поводу как помогают врачи на это все уже мы говорим переговорено я хочу сказать что если бы не я сама вот так вот не собралась не разозлилась меня уже наверное не было на этом свете вот понимаете потом самое интересное что я слышала много раз говорили психологи что действительно есть такие сильные чувства в жизни вот одно из них это злость которая поднимает очень сильно адреналин и которая заставляет организм все силы сосредотачивать и вот так вот человек выкарабкивается из самых самых сложных ситуаций для меня все равно этот случай остался очень очень странным ну вот я вам его сегодня рассказала и еще интересно конечно вот этот вот колокольный звон это просто какая-то знаете символика вот такая неоднозначная история что вы думаете по этому поводу случалось ли что-то подобное с кем-то из ваших знакомых или с вами хотелось бы услышать ваши комментарии и ваши размышления а на этом всем пока